Гурулёв пьёт тревогу. Россия теряет свои границы. На Федеральном ТВ рассказали, как ВСУ дрессирует самого Путина и куда пропала российская ядерка. Это интересные новости. Давайте разбираться. Где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берлингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Так Путин шутил до начала своего так называемого СВО. Вооружённые силы Украины курским прорывом доказали, что границы России нигде и не начинаются. Это подтвердил и генерал опохмел Гурулёв. Депутат Думы обнаружил, что границу России просто нет. И на сегодняшний день, когда мы говорим, что у нас граница не прикрыта, ну да, она не прикрыта, в принципе, не существует. Она на карте существует, а на земле вы её не найдёте. Просто её не видно, по сути своей. Я как-то на полигоне Ашулук. Я, извиняюсь, дуру чуть не уехал в Казахстан, потому что, ну, немножко по степи там степь голимая. И слава богу, мы вот так вот за километра пять увидели стоп, подошли по границу стоп. Вот она граница с Казахстаном. Кроме столба, там нет ничего. Ни колючки, ни награждения, никакой контроля следовой платы. И вообще там ничего не существует. Иллюзия величия России проявляется как раз в деталях. Границу, кроме столбика, никто не охраняет. А если защитник и найдётся, то у него обязательно не окажутся патронов. К вашему вниманию совместные учения российских военных и солдат народной армии Лаоса. Как было указано в Минобороны, цель международных учений, без шуток, освоение современных методов ведения боевых действий. То есть, пиф-пафи, первый тебя убил, это не воспоминания из детства, а современные манёвры российской армии. Противостоять такой мощи способны только белорусские школьники, которых учили стрелять из лопаты. Сенсация! Украинская армия выдрессировала самого Путина. На Федеральном ТВ объяснили, куда подевались все его красные линии. Оказывается, ВСУ понемножечку наращивают удары по РФ, чтобы сразу не шокировать ядерную сверхдержаву. Они нас приучают к тому, что по нашей территории уже можно стрелять, да? Уже можно по территории ядерной державы вести обстрелы. Нас уже приучили к беспилотникам, нас приучили постепенно уже к тому, что можно ракетами Шторм Шедоу бить по Крыму, а может быть завтра еще куда-то. Вот на что они надеются, что мы привыкнем, что на части нашей территории, как в Курской области, может идти война с применением только обычных вооружений без, скажем, задействования ядерного оружия. То есть это такая репетиция на будущее. После неудачного запуска Сармата на космодроме Плесецк, рассказы, что Россия не планирует применять ядерку, выглядят как прогрев Z-общества к неизбежному. То есть ядерного щита у РФ может и не быть. А помните, как Путин показывал мультик про ядерный удар с арматом по США. Все в силу понятных причин мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет значение, серьезное значение. Думаю, всем это понятно. Но уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает. Языком фактов. Сармат поставили на боевое дежурство, заменив дряхлые советские ядерные ракеты воевода. Тем уже более 50 лет. А что касается самого новейшего Сармата, то ему действительно аналогов не существует. Ведь ни одно из ядерных государств не поставило на дежурство ракету, которая из пяти тестовых запусков только единожды взлетела. Вот такое себе ядерное пугало. Насколько возможно противостояние блоку НАТО? Противостояние блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого превосходства его в обычных средствах ведения вооруженной борьбы, ну с нашей стороны любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным. У нас ввиду превосходство практически по всем позициям несколько раз. И поэтому, как мне представляется, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется основной закон войны. Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас на порядок по некоторым показателям, а то и на два, и на то три, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения, ну для нас совершенно без перспективы. Кажется, величие ядерной державы пошатнулось. Очередной нож в псину вставили китайские партнеры. На фоне американских санкций ТикТок заблокировал страницы ключевых российских пропагандистских медиа. Реа Новости, Спутник, а также Раша Тудей. Раша Тудей больше не является просто распространителем российской пропаганды. Они подрывают нашу демократию и наши выборы. Вмешиваются в суверенные дела других стран по всему миру. Ранее были заблокированы аккаунты Раша Тудей в Фейсбук и Инстаграм. Там российская пропаганда вмиг потеряла почти 10 миллионов англоязычных подписчиков. Но хозяйка Раша Тудей Симон Ян делает вид, что не расстроилась. Это все ожидаемо, конечно. То, что нас вырубили в одно утро и Фейсбук, и Инстаграм, и все эти ЦРУшные организации, притворяющиеся информационными площадками, с ними все было понятно с самого начала. Ну, закрыли нам очередную дверку, но найдем другую дверку, окошко найдем, форточку, щели в полу. Работать мы все равно продолжим. Как именно Симон Ян продолжит распространять по миру путинскую пропаганду, когда просто ТВ на Западе давно заблокировано, а в соцсетях РТ потеряли всех подписчиков? Загадка. Странно, что этого не произошло раньше, ведь пропагандистка даже не скрывает, на кого работает. Заткнуть нас не получится по причине, которую я объявила выше. Мы подчиняемся только приказам из Кремля. Российскому зрителю в глаза сознаются, что телевидение контролирует лично царь, а они рады верить. И это единственная правда, которая прозвучала в том эфире. А в далеком 2001-м Соловьев, таких как Симон Янта и таких, как он сам, называл работниками Тверской. Мы не колесики общепролетарского дела, поэтому фраза, что хозяин сказал, журналист прыгнул, это к Тверской. Журналист всегда независимый человек, тем более журналисты новой формации. Поэтому я требую уважения к нашей профессии, уважения к нашим коллегам. Примерно вот такое уважение заслуживают современные коллеги Соловьева в цивилизованном мире. Скобеева порадовала. Вот так выглядит эффективная блокировка российской пропаганды. Действительно, когда молчат, выглядят умнее. К примеру, на Первом канале на голубом глазу утверждают, что ковид был придуман в американских биолабораториях на территории Украины. Из чего можно сделать вывод, что у целевой аудитории федерального ТВ память золотой рыбки. Достаточно вспомнить историю с ковидом. Ведь ковид у нас распространился как раз в территории Украины. В частности, из Мерефы. Это возле Харькова крупнейшая военно-биологическая лаборатория США. В 2019 году, в октябре месяце, компания метабиотов, которая имеет интересы, Хантер Байден, получила от Пентагона большой транш 26 миллионов долларов на исследование коронавируса. Напомню, это было за два месяца до начала пандемии. Так что вот. Если не убедительно, то вот вам еще порция кринжа с российского ТВ. Квадроберов, то есть игру со сценическими образами животных, придумали якобы на Западе, чтобы, внимание, русские высокодуховные лифты клинило. У моих друзей в лифте девочка-квадробер в доме написала, потому что видела, как это собаки делают, и у них лифт заклинило на неделю. Это вот серьезно? Это серьезно. Я думала, что это, ну как бы... А потому что она написала? Ну да, ну видимо там механизмы какие-то заклинили, и я думала, что это неправда, но это мои знакомые, они мне об этом рассказали. Других новостей у меня для вас нет. Увидимся! Продолжение следует...